Ваши советы помогут людям, дагестанцам, дагестанцам Найти правильные решения в своей жизни и скорректировать, может быть, помогут дагестанцам Несколько вопросов, которые мы подготовили, хотел бы начать с такого вопроса, как религия сегодня стала неотъемлемой частью нашей жизни И раньше такого не было, теперь реалии таковы, что хочет человек того или нет, в частности в Дагестане, он должен считаться тем, что религия обращает на себя внимание И в связи с этим, дагестанцы, считающие себя этническими мусульманами, многие, которые даже не соблюдали определенных традиций, ритуалов, религий Они это делают сегодня более, так скажем, как отдавая дань моде Допустим, они, может, читают дуа, они празднуют мусульманские праздники В то же время они не исполняют тех канонов ислама, которые предписаны мусульманам Вот вопрос такой, не приводит ли все это к неким противоречиям, которые в конечном итоге разделяют джамаат на радикальных и либеральных, так если можно сказать, мусульман Когда вопросы одни и те же, ответы, конечно, тоже будут те же самые Разные люди приезжали сюда, приезжали из Москвы, так же, как и вы Приезжали, говорили посоветоваться Каково ваше мнение, спрашивали они У всех один вопрос, и, конечно, ответ у меня тоже один К примеру, чтобы зайти в дом, запертую дверь нужно открыть ключом Ведь взламывать ее нельзя Таким образом, чтобы открыть дверь, требуется ключ Как для того, чтобы войти в дом, требуется ключ Так и для того, чтобы человек пришел в ислам Он обязан произнести шахадат Если человек скажет Осмыслив и принимая сердцем суть этих слов Значит, он является мусульманином Кем бы он ни был, независимо от нации Будь то еврей или русский Если он от чистого сердца осознанно произнесет эти слова То становится мусульманином Например, холодной зимой человек, оставшийся на улице, может замерзнуть А если найдет дом, куда можно войти Он же спасется от смерти Так же и шахадат Если человек умрет, не произнеся шахадат, не принимая ислам Он навсегда останется в аду Ведь он неверующий Если бы люди понимали это, то они непременно приняли бы его Они просто не ведают Человек, который произнес шахадат, является мусульманином Далее он обязан выполнять исламские обряды К примеру, совершать намаз, соблюдать пост И постепенно исполнять все остальное Ведь за один день он не сможет исполнить все У нас в исламе есть четыре масхаба Это масхаб Ханафи, масхаб Имама Малика, масхаб Шафии и масхаб Ахмада Если мусульманин, который следует одному из масхабов, как, например, мы, шафииты Случайно, каким-то образом, сделает что-либо соответствующее ханафитскому или другому масхабу То, какому бы масхабу этот поступок не соответствовал, он считается верным, правильным Такой человек не впадает в грех В этом и состоит значение четырех масхабов Ведь если бы был только один масхаб, пришлось бы очень трудно Например, если бы правитель издал закон «Стройте дома только с одним окном и только в определенную сторону» Возникли бы определенные трудности для народа Кому-то захочется сделать два окна Кто-то захочет окно в другую сторону Все захотят по-разному строить себе дома Но вот, появились четыре человека, которые занялись вопросами строительства Один из них разрешает ставить окна таким образом, другой по-иному И все они великие знатоки Об этом много было написано и в книгах Как я уже говорил, на один вопрос бывает один ответ Что нового я могу вам рассказать? Итак, какому бы масхабу не соответствовало деяние, оно не будет напрасным Так и мусульмане бывают разные У нас в Дагестане, даже на всем Кавказе, распространен масхаб имама Аш-Шафей Тот, что достался нам еще от наших предков И, как он уже говорил, есть такие люди, которые праздник у Роза-Байрам проводят лучше нас И могилы они посещают Как же они это делают? Еще при советской власти в 70-е годы я был в Средней Азии Неделю мне пришлось провести в Гуждуване по делу Там находится зиарат Абдулхалика Гуждуване Его посещали люди Они приходили, прикасались рукой и обходили могилу Таким образом они совершали зиарат Поступали так, как знали Существует правило посещения могил Пользу усопшему и воздаяние нам Приносит наш зиарат Посещение, совершаемое правильным образом Разрешенное во всех четырех масхабах В дозволенности которого нет никаких сомнений Зиарат совершать можно И за это воздается А те люди, которые совершают зиарат Но при этом не молятся и не постятся Спросите, какая им от этого польза Почему они ходят туда? Это их личное дело Но пользы им от этого не будет Если они это делали не ради Аллаха Отвечать за несовершенные намазы И посты, которые не соблюдали Они тоже будут сами Мы сегодня не можем выносить решения относительно них Они сами об этом узнают в Ахирате Пренебрегать намазом, постом и тому подобным нельзя Надо выполнять струб по исламу Многие люди поступают так, как он говорил Люди не празднуют этот день, как Аид Ведут себя так, как им заблагорассудится Это из-за их невежества Говорят, нет большей бедности, чем невежество Самая большая бедность – это невежество От невежды можно всего ожидать Он делает плохое, полагая, что делает что-то хорошее И, как большинство, ошибается И с этим ничего не поделаешь Это следствие ваххабизма Сторонники которого запрещают посещать могилы Это их мазхаб, их особенность Во всех четырех мазхабах совершать зиарат разрешается Вот и вся суть Что бы вы могли сказать тем, кто, причисляя себя к мусульманам, Говорящих об этом, делающих с их слов много во имя Аллаха В то же время не соблюдает вот этих норм ислама Их нельзя называть кафирами, кем бы они ни были Вот эти женщины, вот их я увидел только сегодня Я не могу назвать их кафирами, нельзя их так называть Я ведь говорил о шагадате Если спросить любого человека, он не скажет, что нет Аллаха Он боится при упоминании имени Аллаха Но то, что он не придерживается ислама – это джахль – невежество До того, как государство распалось, у нас вообще не осталось великих Людей, следующих исламу, было мало, потому что не было понимания Теперь же мы видим, что с каждым днем людей, идущих в ислам, становится все больше Люди, стремящиеся к нему, получают глубокие знания Религия продвигается Когда же это было запрещено, продвижения не было Да и как оно могло быть? Каким бы ни был человек, произнесший шагадат, мы не можем называть его кафиром Нельзя называть его так Имам Газали, рахима Аллах, говорит Это его слова Вы не обвиняйте в неверии человека, который не молится, не соблюдает пост В нем может быть какой-то хороший амал, о котором мы не знаем, а знает один Аллах Так он говорит Это во-первых Во-вторых, неизвестно, каким будет конец Вот я, например Вы пришли ко мне, увидев во мне большого человека Но между мной и вами нет даже вот такой разницы Мы одинаковые люди Мы в равном положении Ведь неизвестно, у кого какой будет конец Поэтому хороший человек – это тот, у кого был хороший конец, когда забирали его души Будет ли у него хороший конец или нет, никому неизвестно Ни мне, ни вам И поскольку дела обстоят так, невозможно обвинять кого-то в неверии Мы должны бояться так говорить Они люди ислама Ведь зарплату дают в соответствии с работой Кому-то платят мало, а кому-то больше В зависимости от его работы Там, в доме Ахирата, тоже воздается в зависимости от совершенных деяний Человек, не совершающий намаз, не соблюдающий пост и не совершающий ни единого хорошего деяния Но умерший, произнеся шагадат, обретя хороший конец Этот человек, соответственно, своим грехам окажется в аду Но как бы долго он там не находился В конце концов, Единобожие выведет его К примеру, мы знаем, что такое суд То, что происходит в Ахирате, тоже суд Кому-то дают расстрел, и у него уже нет надежды на жизнь Так и неправедный конец ведет к вечному пребыванию в аду Человека, чей конец был неправедным, не ждет ничего, кроме пребывания в аду А до ада могильные муки Что же до его благих поступков? Бывают люди, которым дают по решению суда 10 или 15 лет И по истечении этого времени они выходят из тюрьмы Человек, у которого конец был плохим, безнадежно заблудший, отправляется на вечный ад Тех же, кто находится в исламе, кто верит в единого Бога, верит в пророка, но не имеет никаких благих деяний Если у этих людей будет правильный конец, и они умрут в исламе, в Единобожии, то Единобожие выведет их из ада Они не останутся в нем навечно, как бы долго не пробыли там Подобно тому, как тот человек выходит из тюрьмы по истечении срока Поэтому вред от их поступков отразится на них же, хотя они этого не знают Но кафирам, кого вздумается, называть нельзя Если же человек явно отрицает существование Аллаха, отрицает пророка, то этот человек неверующий, он настоящий кафир А иначе, даже если он не молится, не постится и так далее, его нельзя обвинять в куфру Все во власти Аллаха, и нам это неведомо Очевидно, что общество наше расколотно И каждая из сторон, выдвигая свои доводы и аргументы, претендует на истину Как разобраться, кто ближе к ней в действительности? Большинство из нас так или иначе стремятся к истине Говорят, что Бог один, но путей к Нему множество Многие видят ее в красоте, достатке, гармонии Заблуждаются ли они? Мы об этом и раньше говорили Такое разделение было всегда, его не могло не быть Не бывает так, чтобы все были правы, или все течения были неправы Например, каждый человек сам отвечает за себя За сказанное, за сделанное, за все Я знаю то дело, которое я выполняю, и называется оно тарикат Существует много разных путей, которые люди называют тарикатом Их много, они разные Каждый, как здесь говорилось, считает правильным свой путь И придерживается его, не ведая о том, что он неверный Они не знают об этом Возникает вопрос, а как это можно узнать? Говоря откровенно, это сложный вопрос Истину может узнать только тот, кого наставил Аллах Это случилось во времена Сааду Хаджиасу Мухаммада Да смилуется над ним Аллах К нему пришел некий человек Как здесь говорилось, существует много людей, которые хотят найти истинный путь Узнать ислам, но не знают, куда идти Ты говоришь одно, тот говорит другое, так называемые приверженцы ислама И люди не знают, куда пойти Бывают такие люди И тот человек, который пришел к нему, говорит Я Гарим, я хочу найти правильный, истинный путь, что мне делать? Когда я разговариваю с одним, он хвалит одного человека, а другого критикует Когда разговариваю с другим, он наоборот, того критикует, а этого хвалит Я не могу понять, куда идти и где истина, и не знаю, как мне поступить Шейх ответил И это самые важные слова, вы послушайте Он сказал Ты, брат, сделай истихар, и отправляйся туда, куда укажет истихар Этого человека научили делать истихар, и он вернулся Он сделал истихар Вопрос у него был касающийся тариката Например, когда он общался с моим мюридом, тот хвалил меня Естественно, мой мюрид будет хвалить меня Когда он общался с мюридом другого, тот хвалил другого, а меня критиковал Кто-то еще хвалил третьего Так он остался на распутии, не зная, куда идти И ему дали совет Сделай истихар, и следуй за ним Так вот, тот человек сделал истихар При этом он учитывал две возможности Идти ко мне или к другому После того, как он сделал истихар, ему приснился сон Он увидел людей, тонущих в болоте, подобно буйволам Которые увязли и не могут выбраться Во сне он спросил, кто эти люди и что с ними Ему ответили, это мюриды некоего человека Он проснулся, убежденный в том, что тот путь является неверным И пришел ко мне Вот такие люди есть и сейчас Истихар делают разными способами Истихар, который мы делаем на четках, является дозволенным, хорошим Его называют истихаром пророка Даниала Али-Иссалам Это истихар, который делал он Делайте его и идите туда, куда он укажет Какой ответ может быть правильнее этого? Зачем говорить, иди ко мне, к тому? Зачем врать? Зачем вмешиваться в то, что неизвестно? Скажите человеку, сделай истихар и пусть идет туда, куда укажет истихар Это наставление ему Я не знаю, что еще ему ответить Некоторые определяют это с первого взгляда Мы можем с первого взгляда отличить белое от черного Знающий человек хорошо умеет различать правду и ложь Но ведь есть и много незнающих Пусть они делают истихар и следуют ему Кто не умеет делать истихар, пусть спрашивает у знающих Вот и напутствие для них Как они могут быть правы? Разве наш пророк был богатым? Среди пророков богатым был только Сулейман Алейсалам Больше не было Его тоже называли Загидом, Аскетом Загид это человек, отошедший от мирского При том, что у него было столько богатств Он оставался Загидом, потому что они его не волновали Он не пользовался этим мирским, кроме как для спасения своей души Он совсем не радовался богатству и не гордился им Если бы Аллах однажды забрал все это имущество разом, он не опечалился бы из-за этого Поэтому его и называли Загидом, отвлеченным от мирского Загидом, у которого есть имущество и богатство Если человек является Загидом, от того, что он владеет богатством, ничего не меняется Если человек следует религии, придерживается ислама, выплачивает закат, дает садака и использует имущество на пути Аллаха, богатство дозволяется Но если нет ни того, ни другого, если он ворует, копит это имущество и использует его как придется, то он похож на крысу Так ведут себя крысы В советское время я работал пожарным и в Вохре В то время бывали кирзовые сапоги, нам их выдавали Свои я обычно держал внизу, в задней комнате Там же я хранил небольшой мешочек с орехами Каждый раз, когда приходили братья по вере, я угощал их орехами Однажды я зашел туда, когда пришел кто-то, по-моему, это был Алиль Абдурахман, да смоет Аллах его грехи И не нашел орехов, кроме нескольких штук Вах, что это такое, ведь никто не брал их оттуда, удивился я Ну что поделаешь Потом, спустя много времени, я нашел их Там, в задней комнате, была тахта, на которой хранилась мука, а под ней стояли кирзовые сапоги Просунув под нее руку, я вытянул их, и оттуда посыпались орехи Эта крыса таскала орехи из моего мешка и прятала в кирзовые сапоги Ях, ты посмотри, подумал я, она умеет искать себе пропитание И поняла ведь как, но чье это место, чьи сапоги, она не знает Так и те богатые люди, которые ни о чем не думают и воруют, занимаются накопительством и ведут такой образ жизни Аллах в судный день спросит с них, это несчастные люди, несчастные Приведу такой пример Мы работаем в саду, в огороде, так ведь? У нас есть сады и огороды И чтобы они были плодоносящими, фрукты были красивыми и крупными, плоды вкусными, мы должны ухаживать за ними Если не поливать их, не обрабатывать землю, не ухаживать за ними, они пропадут Их урожайность зависит от нашего труда В религии то же самое Насколько мы усердствуем в ней, настолько и Аллах помогает нам Наше сердце подобно сухой равнине А что может вырасти на сухой равнине? Итак, для того, чтобы сажать огород, или нам надо поливать его, или должен пойти дождь Если бросить зерно в сухую землю, там, где нет влаги, оно не прорастет И для нашего сердца нужно хоть немного влаги У него должны быть хоть какие-то признаки жизни Разве больной выздоровеет, если не посетит доктора? Если человек будет сидеть дома и говорить о врачевании, он не вылечится Если занимается самолечением, тоже не вылечится Больной должен обратиться к доктору, тот его вылечит Вот такой пример Люди тариката – это те, кто лечит сердечные, душевные болезни Если говорить прямо, лекарством от них является вступление в тарикат Ничто иное не оживит сердце так, как тарикат Но и он должен быть истинным, правильным В Дагестане прошел съезд народов Очевидно, что руководство республика, общество в целом Подходит к осознанию необходимости практических действий Для того, чтобы тот конфликт, который у нас есть, вообще не заполыхал Понятно, что каждый из нас должен в этой ситуации переосмыслить свои поступки, действия Может признать свои заблуждения и ошибки, пойти на компромисс Но как найти к этому компромиссу наиболее верный путь? Ведь разногласия эти вызваны нашими убеждениями И вообще нужен ли этот компромисс? Конечно, без этого не обойтись Даже если они сойдутся, эти не понимают, что говорят те, а те не понимают, что говорят эти Они ведь разные, как же они сойдутся? Это очень трудный вопрос, я не знаю лекарства от этого Человек, который чисто бережет ислам Вот вы подумайте, почему наши мериды не убивают людей? Виновны ли наши мериды в убийстве хоть одного человека? Никогда Проверяйте и не убивайте, никогда Должен быть чистый ислам Чистый ислам воспитывает человека Тогда он и не убьет, и не украдет, и не сделает ничего плохого И будет вести себя должным образом Это настоящий, порядочный человек Но они ничего не понимают Ведь не всем дано это понять Понимают те, кого Аллах наставил Кому Аллах помог содействием Они приходят к этому пути Но тех людей Аллах не наставил Но что с ними делать? То, что мы говорим, они тоже не понимают Что с ними делать, если в государстве нет такого закона? Должен быть закон Или шариатский, или светский Но что-то должно быть Если нет, то что мы можем им посоветовать? Что я могу пожелать? Я всегда говорю Нет, наверное, человека, у которого больше болит сердце Из-за этих разбоев и убийств У меня очень болит сердце из-за этого Каждый день я спрашиваю Есть ли какие-нибудь происшествия? Отвечают В Аллах убили кого-то Еще одна рана появляется на сердце Разве это мелочь убийства человека? Кем бы он ни был Разве это маленькое дело? Согласно шариату Нельзя убивать кого бы то ни было Даже кафира, если нет причины Например, если человек убил другого Его убивают за это Только такими могут быть причины А без причины Как же можно мусульманину Убивать даже кафира? Нельзя По шариату за это нужно нести ответственность Сегодня просто так убивают милиционеров В конце 90-х, когда эти разбойники напали на нас Один из ополченцев встретил среди них своего знакомого В беседе он спросил его Как ты попал сюда? И борода у него была вот такой Так тот ответил Самые ненавистные для нас люди Это милиционеры и люди Тариката Видите ли? Больше всего они ненавидят милиционеров и людей Тариката Никого из них нельзя убивать В чем вина людей Тариката Чтобы они разрешали их убивать? А в чем виноваты милиционеры? Есть много милиционеров, которые в сто раз лучше них Которые совершают намаз, соблюдают пост, исследуют ислам Наверное, есть и те, которые не соблюдают Какими бы они ни были, они мусульмане Спросите любого милиционера Отрицает ли он Аллаха? Отрицает ли пророка? Никто из них не отрицает И никому не дозволено их убивать Этих убивают, тех убивают Это заблудшие люди Я бы пожелал Да и вы, конечно, желаете Мира, единства Кто этого не желает? Какой человек может не желать этого? Я бы сказал всему народу Дагестана Делайте дуа Просите Аллаха о наставлении этой общины О единстве Пусть каждый человек просит об этом Дуа называют оружием верующего И нет оружия больше и сильнее, если Аллах примет, чем дуа Оно сильнее любого оружия, когда оно принято Мы же не знаем, чьё дуа Аллах примет Пусть каждый просит Аллаха Вот что я знаю Это и есть моё наставление им От того, что я скажу Не убивайте людей Выходите из лесов Они этого не сделают Это не тот тип людей Пусть Аллах наставит их Это и есть моя цель Пусть об этом просят и все дагестанцы Вот что лучше будет говорить о тарикате тому, кто интересуется тарикатом Бывает, интересуется человек тарикатом Либо вообще, когда рассказывают о тарикате Ну, я такой пример приведу, грубой Что некоторые начинают говорить Вот у figura бывают ароматы Они туда летают, сюда летают Но что лучше говорит о тарикате тому, кто интересуется Либо к которому интересно Это произошло раньше, во времена Больших Алимов. Одному из них сказали, что некто взлетает на небо, что это его большой карамат. Он ответил, что птицы тоже летают в небе. Ему сказали, что тот ходит по воде. Он ответил, что и рыба плавает таким образом. Тот утверждал, что он в одно мгновение может оказаться на другом конце света. «Так может и Иблис», — ответил Алим. Вы поняли смысл этих слов? Это дану Иблису. Это не то, на что можно обращать внимание и что называют караматом. Это не берут во внимание. Истинные люди боятся и избегают этого, потому что это называется истедраджем. Бывают люди, обманутые истедраджем. В большинстве случаев это дается как испытание, в результате которого человек оказывается обманутым. В тарикате истинные люди это не учитывают, а учитывают истикамат, правильное поведение. Они хранят истикамат в шариате и в тарикате. Это и есть основное для них. Что же ответить тому человеку? Расскажите ему, что знаете, что сами видели, с чем сталкивались. Расскажите правду. Я тоже рассказываю это тем, кто приходит. Рассказываю немного по мере своих сил. Мурит, который делает верт. Во время, когда он делает верт, ему нужно представлять своего непосредственного наставника, который ему дал верт. Или надо представлять, можно представить устазок, на который ему сказали делать тарапита. В период, когда он делает верт. У нас бывают разные орудия. И у каждого орудия есть свое определенное место, куда его ставят. Например, лопата, мотыга. Они хранятся во дворе. Есть и другие вещи, такие как тарелка, вилка. Им место дома, а не во дворе. Если же это золото, серебро, у них бывает особое место. Они не должны быть под рукой. Вот такие дела. К примеру, у любви к своему устазу, у любви к тому, на кого делаешь рабита, у любви к пророку, у любви к Аллаху, у каждой из них своя степень. Разве место Аллаха в сердце может занять что-то иное? Не может. Бывает место и для пророка, место для устаза. То есть в сердце отводится место для каждого из них. Если в сердце того человека есть любовь к устазу, это не значит, что он отрицает Аллаха. От устаза тянется связь к пророку, от пророка к Аллаху. Электричество, которое поступает сюда, идет по проводам, протянутым между столбами. Так ведь? Если один из столбов упадет и провод порвется, только не будет. Они связаны друг с другом. У нас эта сельселя существует не зря. Это же ясно. У меня связь с устазом, а через устаза все будет идти к Аллаху. Еще один пример. Я приводил его в книгах. Кто читал, тот, наверное, знает. Как-то раз устаз шел со своими мюридами через море. И когда они ступили на воду, он сказал, «Смотрите, если кто-либо из вас станет тонуть, пусть взывает ко мне». Среди них был один слабый мюрид, и он подумал, «Вах, ты смотри, он сказал, взывайте ко мне, разве он выше Аллаха? Почему он не сказал, взывайте к Аллаху?» Как подумал этот мюрид? В какой-то момент, когда они зашли далеко в море, человек, который так подумал, начал тонуть. Когда вода дошла до сих пор, он начал кричать. И тогда устаз спас его. Теперь устаз ему говорит, «О, сын мой, я это сказал тебе не из-за того, что я главнее Аллаха. Нет. Просто пока твой зов дошел бы до Аллаха, ты бы утонул и был бы уже на дне моря. Ведь мой призыв Аллах принимает быстрее, чем твой». Разве это противоречит логике и науке? Разве это невозможно? Вот так, друзья мои. Например, когда делаешь рабита, надо делать на Махмуда Афанди. «Так делайте. Ведь сельсиля, связь есть. Там объясняется, как надо поминать Аллаха. Этот человек прекрасно знает, что Аллах и Пророк есть. Но и его он тоже знает. Вот так нужно поступать. Подумайте, это же очевидно. Там в Москве находятся руководители государства. Кто в этой стране может встретиться с ними? Покажите мне, кто это сможет сделать. Сколько нужно посредников искать? Сколько людей задействует? Сколько связей наладить? Сколько усилий нужно приложить, чтобы встретиться с ними? Но даже при этом, многие ли могут добиться встречи? Я говорю, ведь это люди такие же, как и мы. И если к ним так трудно попасть, то приблизиться к Аллаху самостоятельно простой раб, тем более не в состоянии. Добиваться этого нужно с помощью посредников. Разве Ильму и стремление к Ахирату не стоит дороже мужского? И не так важно? Тут и понимать нечего для мыслящего. Дело Рапита, вот файз, который получает Мурид, он идет от сердца Устаза к сердцу Мурида? Или ему надо представлять, что этот файз поступает еще на те точки, которые Устаз его научил, например, сердечный зикар, там, зикар и другие? Нет, зикар – это отдельный. Когда ты делаешь, он смотришь только в сердце. Скажите, пожалуйста, что увеличивает любовь Муриду к Устазу? Более всего для этого требуется Ильтихат. Если кто сомневается, на самом ли деле он Устаз или нет, то не получит пользы, даже если будет делать Айбадат и читать зикар, пока не упадет от усталости. Больше всего в этом необходим Ильтихат. Любовь и Ильтихат. В таком случае польза будет огромной, даже если у него мало Айбадата. Сколько бы он ни читал зикар, это не принесет ему пользы, если нет основного – любви и Ильтихата. Чего необходимо остерегаться Муриду, чтобы Устаз не отвернулся от него и чтобы не отстранил от своего сердца? Есть ли признаки того, что Устаз отвернулся от Муриду? Самая главная причина, по которой Устаз может отказаться от Мюрида, это несоблюдение Адаба Мюридом. У арабов говорят, да и вам это, наверное, известно, никто никогда не достиг высот, кроме как из-за проявления Адаба, и никто никогда не падал, кроме как из-за его несоблюдения. Проявление Адаба перед Устазом оберегает человека, а кто нарушил Адаб, тот падает. Он падает в сердце Устаза, и Устаз покидает его, да убережет от этого Аллах. Это очень опасно. Халид Ул-Багдади бросил своего Ма'зуна. По-моему, его звали Абдуллах. Он отдалил его от себя, потому что тот призывал Мюридов делать Рабита на себя. Халид Багдади два или три раза предупреждал его, чтобы он оставил это дело, но тот не оставил, и тогда Устаз отдалил его. И кому он теперь нужен? Он пошел к Абдуллаху Дагляви, от него к другому, и все его отвергли. Кто же его примет после того, как Устаз отказался от него? Если его отвергает Устаз, который дает ему Тарбия, то другой уже его не примет. Никто не примет. В итоге он остановился в Мекке и начал писать книгу против Халида Багдади, называя его одержимым, и так далее. Разве из этого что-нибудь выйдет? Где сегодня его книга, и где он сам? Да убережет нас Аллах от несоблюдения Адаба. Из-за этого Мюрид падает. Вот если человек пришел на зиарат к Устазу, например, возьмем, вот в селении Нечаевка пришел к миссу Аллаху Мухаммаду, вот здесь все равно. Вот находясь на этом зиарате, на кого человек должен делать рабито? Я расскажу вам так, как говорили нам, да и в книгах об этом также написано. Когда мы посещаем могилу усопшего Устаза, нужно идти, представляя, как будто бы впереди нас идет наш живой Устаз, а мы следуем за ним. Когда же идут к живому Устазу, последователи Нахшубандийского тариката должны представлять, будто перед ними идет Махмуд Афанди. Те же, кто в Шазалийском, представляют перед собой Сафуллаха Кадей. Это те, кто идет к живому Устазу. Человек, который был раньше в Черкее, к вам непосредственно ходил, и сейчас он собирается поехать в Буйнакск. Как ему соблюдать адап при поездке в Буйнакск уже, чтобы не получилось, чтобы он проявил безадапность к вам, и там тоже адап соблюдал. Если откуда он приезжает? Допустим, Махачкалайдесу. Смотрите, бывает так, после того, как он пойдет к другому, он должен будет оставить меня. Конечно, он не забудет меня. Многих и я не забываю. Мюрид не забывает Устаза. Я им говорю, приходите на Зиарат, но Тарбия пусть дает тот. К примеру, бывает много людей, которые у меня закончили мурахабы, дошли до мурахабов. Это люди, которые долго были вместе и стали мне как родные, брат или сын. Им очень тяжело, они не могут не приходить сюда. Я же им говорю, приходите на Зиарат, когда пожелаете. Я это не отрицаю. Но Тарбия пусть дает вам тот, другой. По этому поводу возникает много вопросов. Махачкалинцам, новым людям, я говорю, чтобы отправлялись туда. Что же касается давних мюридов, то если хотят, пусть идут туда. Кто хочет, пусть остается. Им разрешено идти туда, где им нравится. Кто пошел туда, пусть остается там. Те же, кто остался здесь, пусть остаются здесь. Зиарат, он сам по себе. На Зиарат приходить можно. А все остальное, он сделает. В данном случае, мюрид уходит не потому, что я отверг его. Это сделано потому, что там назначен другой человек. В этом нет никакого вреда для мюридов. Сейчас можно увидеть некоторых людей, которые вот они, прежде чем поехать к Устазу, они посещают зиараты, туда на Зиарат поедут, следующий Зиарат поедут, потом к Устазу едут, после Устаза тоже они едут на Зиарат. Какой Зиарат? Например, бывает, через Казанище едут, потом сюда заехали, дальше едут, следующий Зиарат. Ну, по Зиаратам... Посмотри, слушайте. Совершать Зиарат к Сайфулапади очень даже дозволяется. И до прихода сюда в этом нет запрета и после прихода сюда. Говорят, если у человека есть такая возможность, пусть посещает Сайфулапади через каждые три месяца или хотя бы раз в шесть месяцев. И пусть обязательно посетит хотя бы раз в год. Так говорят о посещении его Зиарата. Для того, кто думает идти сюда, нет ничего предосудительного в том, если он совершит Зиарат, а потом приедет сюда. Еще один вопрос, связанный с Зиаратами. Вот, например, с Хасавирта человек едет к Устазу Саиду Афанди Кудесюну. После того, как он посетил своего непосредственного наставника, он едет дальше на Зиарат к Буинакск, к Абулджалилу Афанди, например. Возможно ли такое, чтобы человек посещал... Это нехорошо. Нехорошо. Те, кто приезжают оттуда, должны останавливаться здесь. У меня самого был такой случай, когда я только вступил в Тарикат и выполнял шазалийский. Эльму в то время я не изучал и даже не думал изучать. Это было в самом начале. Я слышал о Хамзат Устазе, да смируется над ним Аллах, что власти его притесняют, что он находится под жестким контролем, за ним следят и не пускают к нему людей. Я же вначале попал к Кудеяву из Инхо. Он довольно свободно ездил в Хасавюрт и обратно, и никто ему ничего не говорил. В этом была какая-то мудрость Аллаха. Был один пожилой человек, который вначале посещал Хамзат Устаза. Звали его Мухаммад Хаджия. Он уже умер, да смоет Аллах его грехи. Он был моим очень хорошим другом. Он посещал Хамзат Устаза и говорил мне, как-нибудь пойдем к нему вместе. Я же слышал, что посещать кого-либо без разрешения Устаза нельзя. Поэтому я думал, неужели он не слышал о том, что нельзя без разрешения Устаза посещать кого-либо. Но сказать ему это я не мог, потому что стеснялся. Так временами он говорил мне об этом, а я отмалчивался. Спустя некоторое время Мухаммад Хаджия начал ходить в Инхо, поскольку за Хамзат Устазом стали следить. И мы стали ходить туда вместе. Так все и закончилось. Спросить Устаза Абдулхамиды Афанди, можно ли мне пойти к Хамзат Устазу, я постеснялся. Если бы он спросил меня, зачем тебе туда, что бы я ему ответил? Я подумал, он же спросит меня, к примеру, что такое с тобой стряслось, чтобы идти туда. Пойти не спрашивая, я постеснялся. И спросить, можно ли идти, тоже постеснялся. Так я и не пошел. И для меня это оказалось благом. Может ли Мурид просить Устаза уменьшить вирд, либо попросить не повышать ему вирды? Вирды бывают разные. Если человек следует шазилийскому тарикату, то ему дают задание читать и стихфар, салат и зикар по сто раз. И мы не говорим, чтобы он делал больше, даже если он до самой смерти будет выполнять это задание. Бывают люди, которые читают больше, а через некоторое время, когда они заболеют, постареют или возникнут какие-то другие причины, им становится трудно. И тогда они жалуются, что не могут делать это. И я им говорю, делайте столько, сколько можете. Ведь и Аллах не возлагает на человека невозможное. Разве я могу дать задание, которое они не могут выполнить? Тогда ему приходится сокращать задание. Ведь он не может делать то, что ему не под силу. А когда сердечный язык делает, вот он, допустим, на сердечном зикре находится, наушбалдийский тархат, потом есть же следующие зикры, которые даются. Вот можно, может ли он просить не повышать этой вердью, чтобы оставаться только на сердце? Это очень желательно. Ну, они очень трудно держат. Удержать их невозможно. Еле удерживаем. Это и есть то, что нужно. Я им говорю, сердце – основа. Оно как корни у дерева. Дерево не растет, если корни не питают его. Говорят, если сердечный зикр будет совершенным, остальное делается само по себе. Мюриды очень стараются продвигаться вперед, а мы пытаемся удерживать их. Так написано у нас и в Эджазе. Смотрите, не спешите менять зикр, не спешите. У мюридов бывает хаззу-нафс, и их нафс требует от них продвижения вперед. Об этом нам бывает указано еще там. Если же они не могут, бывает, некоторые говорят, что не в состоянии делать сердечный зикр из-за болезни или старости. Мне же приходится их наставлять. Делайте сердечный зикр. Все остальное выполняйте, если вы в состоянии это делать. А если нет, оставьте все и делайте сердечный зикр. Ведь они не в силах делать больше. Скажите, пожалуйста, вот ребенка, какого возраста можно уже с собой брать кустазу? По достижении половой зрелости. Тогда ангелы начинают записывать его грехи. И тогда, конечно, он может вступить в тарикат. Но и до этого маленьким детям мы даем задание. Я слышал, как устаз Месиласу Мухаммад говорил, сын мой, говорил он, научи своих детей по три раза читать истихфар и салат по шаззалийскому тарикату, чтобы они уже знали это, когда вырастут. Научи их этому. И то же самое я говорю своим детям. Бывает, приходят и такие маленькие дети. Они говорят, дайте нам вирт. Валлах, вам тоже дам вирт, отвечаю я. Даю им четки и говорю, читайте три, пять, семь раз. И они очень радуются этому. Родителям разрешено обучать своих детей. Как говорил мне устаз, научите их в маленьком возрасте, чтобы когда вырастут, они уже знали это. Родителям дозволено делать это. Скажите, пожалуйста, что помогает сохранить хузур? Это то, в чем нужно усердствовать. Например, когда человек обладает большим имуществом, его сердце непременно бывает занято им. И тогда ему трудно находиться в состоянии хузура. Если обычные мысли человека заняты разными заботами, ему тоже бывает трудно оставаться в состоянии хузура. Это зависит от него самого. На хаджи как человеку вирты делать? Некоторые спрашивают, там ваджи и так далее. Понятно, понятно. Вирт, пропущенный в дозволенном сафаре, возмещать не нужно. Ведь хадж тоже относится к дозволенному сафару. Конечно, в хадже нельзя пропускать вирт преднамеренно. Нужно выполнять то, что в состоянии делать. Я не пропускаю, но бывает, что во время хаджа и мне иногда не удается выполнить все в совершенстве. Это не страшно. Пусть этот человек делает так, как может. Ведь это дозволенный сафар. Если на хатму сказали, что допустили ошибку, надо ли возвращаться сначала ее начинать? Вокруг этого возникает много вопросов, но я не слышал ответов на них. Я также не слышал, чтобы о подобных случаях говорили раньше. В таком случае нужно будет заново сказать «Ла хавлю валакувата илля билля». Это то, что нельзя говорить меньше или больше. Что вас больше всего беспокоит в маридах в наши дни? Это самый трудный вопрос. Послушайте, оказывается, Абдурахман Хажи из Асаба говорил, они твердят «Устаз, устаз, устаз – это мусорная свалка. Я – мусорная свалка», говорил он. Чабан и устаз – они подобны друг другу. У чабана в стаде бывают и слепые, и хромые, бешеные, и больные овцы. Если он не будет смотреть за всеми овцами, если оставит больную, хромую или слепую, то этот человек не чабан. Не правда ли? Чабан – это тот, кто следит за всем стадом. Также и устазы должны уделять внимание всем. Кудьях, до начала съемок вы рассказывали историю, связанную с женщинами. Не могли бы вы еще раз ее повторить? В Хасавюрте был человек по имени Абдурашид из Алмака, да смоет Аллах его грехи. Его называли Большим Мюридом. Удивительный был человек. Он не был начитанным, но мог вести дискуссию с любым алимом. Аллах даровал ему знания. Он сказал нам, «Однажды я пришел к Абдул-Хамиду Афанди из Инхо, он был его Мюридом и увидел его плачущим. Я знал, почему он плачет и все же спросил, «Почему вы плачете, Абдул-Хамид Афанди? Что случилось?» «Валлах, Абдурашид», ответил он, «Плачу, потому что вижу, как отправляются в ад женщины, которые не прикрыли свои волосы». «Он плакал очень горько», сказал Абдурашид. «Вот так. Если женщина не прикрывает свое тело, ноги в соответствии с требованиями шариата, ей придется очень трудно. Из-за этого мне больше всего становится жалко этих женщин. Посмотрите, кто носит платок, кто прикрывает свои ноги, кто прикрывает плечи. Вы посмотрите на людей, которые пропадают напрасно. Что с ними делать? Им объясняют, но они не понимают. Они слышат, но не воспринимают. Их не исправить, если только Аллах их не наставит. Но вы своих родственников, братьев, сестер уберегите. Я и раньше вам говорил, вот таким должно быть платье у женщины, не так ли? И если, например, здесь видно тело, потому что оно порвалось или почему-то еще, то эта часть, что не прикрыта, будет гореть в огне, а то, что прикрыто, гореть не будет. Такова справедливость Аллаха. Он не подвергает мукам незаслуженно. Вот как это важно. Но если они не ведают, как быть с ними? Дуа делать? Как насчет того, чтобы вы сделали дуа, а я говорил Аминь? Послушайте. Некий человек увидел во сне, как Аллах спрашивает его. Он увидел во сне, что наступил судный день и что он спасся. И Аллах спрашивает его, «Знаешь ли ты, почему ты спасся? По какой причине?» Он отвечает «Не знаю, О, Аллах. Наверное, потому что я молился, постился». Аллах ему говорит «Намаз, что ты совершал, я не принял. Пост, что ты соблюдал, тоже не принял. Я не принял ничего из твоих деяний. Помнишь ли ты, в такую-то ночь вы собрались на маджлиз у некоего человека?» «Помню», ответил он, «Там тебя попросили сделать дуа». «Попросили», ответил он. «Его действительно просили прочитать дуа. Эту твою мольбу я тоже не принял», сказал Аллах. «Когда в ту ночь на маджлисе ты делал дуа, все собравшиеся говорили «Амин». И среди них был человек мольбу, которого я принял. И его «Амин» на твою мольбу спасло тебя». «Если я буду говорить «Амин», это тоже дуа, нет разницы. Вы делаете дуа, я буду говорить «Амин». Да сделает его Аллах баракатным для нас.